Доброго здоровьица. 11 день. Накануне перед сном почувствовал боль в области основания второго пальца правой стопы. Спал удовлетворительно. В кишках урчание. Выпил урину. Утром энергии мало. Из-под коронок зубов продолжает идти кровь с гноем. Пошло дело. Разблокируются старые гнойные залежи. Тяжесть в области печени. Большое бурление в кишках. Бурление в кишках это нормально. Тяжесть в области печени. Там идет работа. При пайпации основания второго пальца правой стопы в области сустава справа обнаружил уплотнение в виде шарика диаметром полсантиметра. При надавливании выдает острую боль. Старая травма после футбола. Все, все может быть. Значит, все. Делается прогулочка. Молодец. Сделал клизму в 17-15. Ну и что? Пошла, конечно, слизь. Черной слизи много. Плюс прозлачная сикловидная слизь с желтоватым оттенком. И так далее. Слизи больше, чем вчера. Днем энергии на среднем уровне. Слизи больше, чем вчера. О чем это говорит? Это говорит о том, что не каждый день голодания организм может отторнуть от себя в какое-то количество. Должно создаться определенные условия, которые только раз эту слизь будут выводить. То есть она отмирает. Она же не сразу отмирает, а потом только падает и отходит. В 19.00. Принял душ и расплакался от того, что гибкость в суставах у меня растет день ото дня. Такой гибкости у меня даже в детстве не было. Благодарил всех, 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 кто мне дал информацию, научил, подсказал. Путь, как можно стать и быть здоровым. Благодарю вас, Венадий Петрович, за вашу помощь и труд. Вот человек может прожить всю свою жизнь, и он даже не понимает, насколько гибким может быть его тело. Насколько он может быть работоспособным. Насколько он может быть совершенно иным с лучшей точки зрения. Он даже не знает, он это не чувствовал, не понимал. И думает, что вот так оно и должно быть. А оказывается, все по-другому. Так, при прощуплении основания второго пальца правой стопы уплотнение не обнаружено. При надавливании боли практически не ощущается. Чудо! Черный ноготь, мертвый, над этим пальцем левой стопы отпадает. То есть отсоединяется, отсыхает. А под ним уже новенькие. Вот так-то. Фото утро и вечер. Язык. Ну, язык, конечно, белый. Итак, после эклизмы у нас идут разного рода медузы. На видео все, все как и должно отходить. Все это мы смотрим, анализируем. Что голод делает? Далее. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какие медузы отходят. Ахахахаха. Да, грязи в организме человека очень и очень много. Да, стопы, ног. Прекрасные стопы, ног. Как говорится, новенькие. Утром, ноги вечером. Хорошо. Я ему пишу. Да, гибкость растет благодаря очищению соединительной ткани. Началась глубинная расшлаковка. Чернота, видимо, зута. Очищение печени от старой черной желчи. Такого очищения печени, да и всего организма, на второй-четвертой неделе голода, трудно добиться обычными чистками печени и прочим. И плачь, дело хорошее, идет душевное очищение. Как говорили древние, тело очищается водой, ум очищается знанием, а душа очищается слезами. Плачьте. Я пишу. Смотрел слиз. Вот оно, более плотное образование тела слизевика. А кажется, где бы оно там ни было, да оно собой все высосало и пропитало. Особенно печень. Если есть какая-либо вибрационная работа для печени и желчного пузыря, непременно сделайте и продолжайте делать. И вот как раз я спросил. Кстати, как вы относитесь к публикации на канале вашей оздоровительной эпопеи? Имя можно изменить. Подумайте об этом. И было бы хорошо, чтобы вы сами вновь пересмотрели свой оздоровительный путь, написали о нем в виде рассказа. Вычленим наиболее главное. И нечто особое, что с вами происходило. Рисунки тяжей внутри организма обязательны. И как они проявлялись во времени. 16 июля. Добро здоровиться к публикации на вашем канале. Моей оздоровительной эпопеи. Отношусь крайне положительно. Ими можно не менять. Мне стесняться нечего. Я считаю, что люди должны знать правду. Они летали в облаках с розовыми очками, чтобы потом не задавали глупых вопросов. Откуда у них болезни от насморка до онкологии? С рассказом только за кавыка. Я сейчас просто не в состоянии его написать в ближайшие дни. Мало времени, упадок сил. Восстановлюсь чуток. Информации очень много в голове. Надо, чтобы все успокоилось, структурировалось. А тогда можно писать. А я ему отвечу, а мы спешить не будем. Как будете готовы, так и начнем. Видите, это 16 июля. Задал такие вопросы. Только сейчас все это дело воплощается. Итак, 16 июля. 12 день. Ночью спал удовлетворительно. В области печени тяжесть. Ощущаю область гланды справа. Где сильное покраснение. Там идет какая-то работа. Кроме того, от гланды справа до правого глаза. Который видит хуже. Идет тяж. Тянет его на себя. Видите, как все прорастает. И кстати, вот знаете, вот эти вот все тяжи идут, ну вот примерно по каким-то полостям. Вот имеется полость. И только раз по этой полости пошло, 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 пошло. Вот такое бывает. В 6 часов выпил урину. Она теплая и кислая. В кишках сразу бурление и тяжесть печени напряглась. Напряглась для того, чтобы опорожниться. То есть за ночь произошла какая-то работа. Что-то там разлагается. Что-то там спускается в желчный пузырь и так далее. И как бы сказать, ждет своего. Только раз уринку добавили. Все это хоп выбрасывается. И пошло, пошло. 8 часов в стулу, темная жижа муч, черной слизью, плюс свежая желчь. После опорожнения колоссальное облегчение. Вчера с 18 до 21 часа выпил 400 грамм талой воды. Может, но все же склонен думать, что это сделал голод плюс урина. Конечно, это сделали голод плюс урина. И вот смотрите, колоссальное облегчение. Как бы восстановление сил. Дело в том, что вот это все, что у нас собирается. Печень там, допустим, как бы сказать, задерживает то, что там по крови. Болталась у нас, выделялась в каждой клетке. И она его сбрасывает. И вот это представляет собой, ну, может быть, большую интоксикацию. То есть, это как бы сгусток различных ядов, различных ненужных веществ, на которые для обезвреживания тратятся огромные усилия организма. И вот такое у хронически больного человека, почему у него упадок сил, по всему где-то организму все это там разбросано. Но в основном будет где-то вот в печени там. Потому что там, как только начнет что-то делать, значит, черная желчь варит. И как только все это выходит, энергетика уже не тратится на подавление очага болезни, очага вот этих ядов, интоксикации. А сразу же человек чувствует, О, вот это да, пошло, пошло, пошло. Вес 65-100, минус 200 грамм за сутки. Небо с гноем, но меньше. Десная зубов под кожей гной. Из-под коронок кров с гноем. Да, вот там наши зубы представляют, если какие-то там болезненные изменения есть, какой-то там кариес был и так далее. Да, там вот этих вот бактерий огромное количество, которые потом начинаются вот выделяться в виде гноя. Верхняя губа под кожей гной, но уже проходит. Гнойник слева, кажется, усыхает и обретает более четкие очертания. Миндалины справа белые, а с гноем покраснение гланды держится. Клизма. И опять пошла слизь. В 12 часов сделал содовые ванночки для стоп. Черный ноготь над этим пальцем левой стопы. Отпал. Это оправдано и надо использовать наружу, но так соду применять. Так, сегодня энергии выше среднего, отличное настроение, хорошо. Думаю, что причина в утреннем выбросе. Как будто и не голодаю вовсе. Ощущение сытости. Мочи в течение дня мало. Значит, завтра с утра начинаю выходить из голодания. Так, что я ему посоветую? Ага, тут идут, значит, утро и вечер. Язык у нас пошел. Ну что язык? Белый, белый, белый. Молочница, шлаки. Так, выброс 8 часов. Видите? Муть! Вот это вот, 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 вот это просто-напросто грязь, которая была практически в каждой клетке организма. И с помощью голода создаются условия, которые ее выворачивают. А редко какая процедура вот такое делает. То есть, только голод способен на такие вещи. Далее у нас отходит медуза со всей этой слизью. Видео медузы, фото медузы. Все это идет. Я пишу Эдуарду. Всегда находятся причины для выхода из голода. Что, мама? Когда дело началось по-настоящему. Это очень интересный феномен. Как только вы берете за жабры свою болезнь, вот она действует на сознание и подсознание. Что все, пора, заканчиваем и так далее. Это вот такая вот особенность. Я ему пишу далее. Значит, пейте воду из стакана 3 выделяющейся урины. Сейчас она мощнейшее лекарство, которое за счет назодов еще лучше воздействует на очаги, убирая воспаление и вскрывая. Клизмы, контрастные души помогут держаться. Можно и работать, если повод отвлечься от голода. Клетки печени обновляются через 2 недели. Они уже практически обновились, чтобы вывернуть из себя всю дрянь. Надо еще подождать. Видите, я уговариваю. Надо подождать. Аргументирую. Не завершать. Это все только началось. Вы понимаете, чтобы вновь подобное произошло, надо до этого дойти. 2 недели голода, только подход к настоящей целительной работе. И сейчас организм настроился на оздоровительную работу. Питание ему не надо. Оно только отдаст лишнюю нагрузку. Дайте организму поработать еще 5 дней. Вы же видите, только начались вскрываться и выходить в виде гноя очаги заразы. То есть человеку надо показывать, аргументировать, обращаться к его уму, сознанию. Что, что, это еще не время для выхода. Настал тот момент, когда надо стиснуть зубы, молиться и держаться. Кульминация битвы за здоровье в ваше здоровье началась. Голод может далее пойти легче. Основное то уже сделано. Враг сломлен и повержен. Об этом говорит выделение гноя. Гной появляется тогда, когда начинается убиение бактерий, всего лишнего, ненужного. И это уже в виде гноя начинает отходить. Пусть он отойдет. Радуйтесь. Процесс исцеления идет на ваших глазах. И не позволяйте никому его прервать. 5 дней еще. И выходите. Через месяц вы получите совершенно иной организм и поразитесь результатом. Вперед. 5 дней терпения. Дома. Работы. Собственные слабости и прочего. Все смиренно делать и терпеть. Обнял, дорогой Эдуард. Плачь, но терпи. Далее я продолжаю. Это уже 17. Если надумали выходить, то первое перед едой надо сделать очищение ротовой полости. Если берете колочку хлеба, слегка натираете ее чесноком и начинаете жевать. Просто жуйте, пока она не превратится во рту в жидкость. Эту жидкость выплевываете. И так 2-3 раза. После чего начинаете принимать кисломолочное. На следующий день и последующий. Если у полости рта слизь и прочее, повторяйте. Чеснока трете немного. Если будет много, он сожжет слизистую. Трете немного. Предупреждаю еще раз. Сейчас начинается новая перестройка в организме от программы исцеления и очищения к переходу на питание. На это вновь уйдет недели две. Потому не спешите, много есть. Эдуард пишет. Продолжаю голодание сколько смогу и позволит обстоятельства. Благодарю вас за понимание и поддержку. Чувствую себя хорошо. Ну вот, вот, поддержали. И человек попер. 17 июля, 13 день голодания. 4,40 выпил урину 250 грамм. Печени тяжесть напряг. Это как раз говорит о том, что вот сейчас там и совершается работа. Так, кроме этого, тяж в области груди вертикально. Посередине, ощущая правую гланду, идет работа. Вес 64,800 минус 300 грамм за сутки. Из носа гной. В десна гноя меньше. Из-под коронок гноя выделяется меньше. Энергия в норме. Содовые ванночки. Клизма в 17,00. Кстати, чтобы не носить себе вот эту всю бяку-каку. Клизму сделайте с утра. То, что за ночь у вас выделилось, обезвредилось. Надо это все выделить. Чего носить в течение еще дня. То есть, привыкайте к тому, что утром встали, то все, пятое, десятое. Потому что раз, очистительный клизмофон. И все. И у вас уже день интоксикации нет. Более-менее вы сильны. А так под вечер. Зачем вам под вечер? Хотя и под вечер бы не мешало бы сделать. Что идет, значит, после клизмы. Желтая муть с фрагментами нитей. С фрагментами нити. Вот нити это могут быть, как бы сказать, уже убиенные глисты. Слизь света-коричневая. Нити с беловатой пленкой на конце. Так, вторая часть темная муть со стекловидной, прозрачной и желтоватой слизью. Сгустки слизи с белесыми фрагментами. И ни одной черной слизи. Днем энергии нормально, хотя ноги немного ватные. Ванночка для ног. Молодец так держать, давай. Язык утро и вечер. Утро есть, вечера нет. Утром ноги. Ноги хорошо выглядят. Вечером еще лучше выглядят. Далее он показывает фотки. Над этим пальцем левой стопы сбоку ранка. Не затягивается. Может грибок через нее выходит до сих пор. Все может быть, но голод свою работу делает. Так, я пишу, что на фото 2148 разрушающаяся грибница. Более плотная, вроде медузы. С ногами лучше, если ничего не говорит, то вполне здоровая. Эдуард пишет, да, ножки меня очень радуют. Это хорошо. Меж пальцами заживление следы от былого. От Эдуарда. Да, еще с тех времен, когда грибок валил через эти дырки. А почему они не затягиваются? Но всему свое время. Уплотнение над этим пальцем стопы меньше, но до сих пор держится. Надеюсь, голодом поможет его рассосать и выбросить вон. Я ему пишу. Главное сейчас помочь организму выбросить из себя гнойную нагрузку. То, что он убил и выводит в виде гноя. Самочувствие стабильно. Такое бывает, когда оздоровительная работа сделана и намечается вторая волна. Более глубокая. Сейчас пейте больше своей урины. Пусть она будет отвратительной. Но сейчас это лекарство самого организма. Она же будет способствовать и опорожнению самостоятельному. А также будет чистить печеночку. Эдуард пишет. Пью вроде бы много, а мочи выделяется мало. Но есть такой феномен. Я пишу, что вот эти вот ранки между пальцами, они затягиваются. Чем больше работаешь не по-медицински, а натуропатически, тем более убеждаясь в удивительных и непознанных свойствах организма и психики. Эдуард говорит. Это точно. Далее я ему советую на оплотнение, которое на пальце уриновый компресс на всю ночь. Ватку в уринку, вокруг пальцев, сверху полиэтиленовый кулек и на него носок. Раза три и все пройдет. Если мало выделяется урины, пейте побольше жидкости. Эдуард говорит, спасибо за совет. Все у нас идет в 17-е. Я ему дальше дополняю. Причем, если свежее не возьмет, то есть вот это вот вплотнение на пальце, используйте старую с небольшим аммиачным запахом. Это уж возьмет. Вот, отлично, Эдуард говорит. 18 июля. 14 день. В 12 часов выпил ночью. Выпил урину 200 грамм. Компресс с уриной на третий палец. Левой стопы на ночь. Ночью спал хорошо. В области печени и груди. Посередине тяжесть. Ощущаю правую гланду. Напряжена идет работа. Кратковременно больнующа. В лучезапясной. Косточки. Мизинца. Правой кисти. Старая травма. Бобок. Видите, все. Все, что там было, как-то, знаете, вот, после травмы, какая-то гематома образовалась, что-то выделилось, что-то закапсулировалось, что-то отложилось, вот, в этот, сюда, там, соли и так далее. Голод все это рассасывает и выводит из себя, из смысла, из организма. Вот почему вот эти вот старые все эти травмы обостряются. Для того, чтобы через обострение выйти. Вес 64,500 минус 300 грамм за сутки. Из носа гной, в дёстах гной. Так, миндалина справа белая гной. Энергия нормальная. Это хорошо. В 12.45 расплакался на ровном месте от того, что мой тело, организм в ощущениях живет и радуется. А в душе спокойствие, гармония и умиротворение. Вот, что делает голод. Голод, это не только тело, это психика. Психика распаковывается, вот эти все наши зажимы психические. Что, что там эти травмы накопились с детства, с юности. Что-то получилось, не получилось. Всё это распаковывается, выходит. И, как правило, это выходит вот в виде вот такой вот рыдания, слёз. И это нормально. И чем больше всего это выйдет, тем чище, радостнее и спокойнее вы будете в дальнейшем. Так вот она, какая настоящая жизнь на самом деле. То есть, когда человек даже не знал, что такое жизнь, что такое здоровье. Какое оно может быть? Какое тело может быть? Какое здоровье может быть? Какая энергетика может быть? И он вот это всё на сороковом году и на сорок первом начинает только чувствовать. Естественно, он понимает, что ему дали второй шанс. Что он мог прожить всю жизнь и этого не ощущать. 14.30. Область правой гладницы. Тупая боль. Отдаёт висок. В ночь там началась работа. В 15 часов. Снял очки. Боль в области правого глаза стала уходить. Зрение обострилось. Видимо, внутриглазные мышцы пошли на расслабление. Уходит спазм. Вот видите. Бывают такие спазмы, что человек опять-таки считает, что это нормально. Из-за этого спазм произошёл вот этих вот мышц вокруг хрусталика. То, естественно, сила зрения. И когда это всё как бы отпускается, сам хрусталик становится эластичный. Мышцы начинают в конце концов, глазодвигательные там работать. Этот хрусталик этот напрягать и расслаблять и так далее. Человек вдруг понимает, у него лучше стало созрение. Чудеса. Во время прогулки спина позвоночник стал меньше болеть. Видимо, глубокие мышцы стабилизаторы тоже пошли на расслабление. Человек даже не понимает, насколько он чёрствый, насколько он зажатый, насколько он, знаете, деревянный становится от нашей вот этой современной цивилизованной жизни. Где-то один напряг, туда надо успеть, это тут надо не опоздать, тут вовремя заплатить, тут штраф тебе, тут ещё что-то такое. Туда надо, сюда надо. И кругом тебя только это самое, штрафы, мафы и прочее, прочее, прочее. В области поясницы справа кратковременная боль, старая травма, старая травма. Всё, всё начинает проявляться, всё начинает чиниться. Это организм на голоде чинит себя, чинит, вы понимаете, чинит. Вы хотите, вот каждый из нас хочет починить себя, хочет быть здоровым. А до этого там в детстве, в юности там падал, коленки сбивал, там с велосипеда летел, ещё там более серьёзные какие-нибудь аварии там были. Или ещё там в нос получил там и тра-та-та-та-та-та-та. Я уже не говорю, что какие-нибудь эмоциональные вещи там были. Ты меня любишь, ты меня не любишь, приголубишь, не приголубишь и так далее. Всё это отложилось в нашем организме. И голод начинает всё это распаковывать, чтобы мы были чистые, светлые, сильные, здоровые и радовались жизни. Вот что делает голод. Из-под корона гной, в дёсна гной, небо гной, пот вонючий. Всё, всё вот эти вот накопления за 40 лет, ну, копил. Всё это выходит. И будете чистенькие, будете хорошо пахнуть. Пахнуть, знаете, такой запах бальзамический ладаном от вашего тела. Пот будет без всякого запаха. 21 час клизма. Так, 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 сейчас посмотрим. Вот смотрите, 21 час клизма, это не совсем хорошо. Она должна быть с утра, чтобы всё это отошло. А то сделано, вот когда там человек мог, тогда и сделал. Вышла там слизь, чёрной слизи нет и так далее. То есть, вот желательно в 21.00 сделать вторую клизму перед сном, чтобы вы спокойно спали, не было никакой нагрузки в течение ночи, интоксикационной на ваш организм. К 18.00, что язык, 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 ну, язык белый. После клизмы отходит вот эта вся эта муть, вся эта гадость. А вот она и медуза собственной персоной. То есть, смотрите, сколько, помимо того, что отходит вот из каждой клеточки, ещё разок вам хочу сказать, отходит разного рода шлаки, ненужные вещества, отторгается вот это вот в виде какой-то коричневой мути. Плюс ещё, вот эта медуза потихонечку отходит, которая там проросла, выслала слизистую кишечника, пропитала, пролезла там в печень, сидит себе и посасывает наш организм. Всё это тоже отходит, голод всё убирает, он не терпит какой-либо грязи, потому что идёт мощная работа в тонких телах. Тонкие тела становятся настолько мощными, энергетика прочерчивает, и эта энергетика всё вытесняет лишнее, ненужное из тела. Как только у нас не хватает энергетики, значит, у нас заполняется всё это разного рода дрянью. Это у нас стопы утром, стопы вечером, хорошо, я пишу, хорошо, работа идёт. И так и должно быть. Медузы выходят, и продолжаю, скажи, что в организме живут медузы, не поверь, то есть медузы это вот слизистые образования, вот как раз это и есть грибок. Грибок, грибница, хотел ещё сказать, идут потери по 300 граммов в сутки, так это слизь теряется. То есть, смотрите, тоже интересный феномен, идут какие-то там 14-е сутки, и выходит вот это вот бяка-кака. То есть, сам организм практически не теряет своей массы, а выходит вот это вот всё лишнее, что в нём имеется. Оторгается вот эта вся эта болезненность, вот эти все эти болезнетворные образования. Эдуард спрашивает, а эти медузы тоже из печени? Или они из печени, из кишечника-то, скорее всего, но там и в печени она может, как бы сказать, ослизниться. То есть, прости, это такая вещь. Значит, что пишет Эдуард? Говорит, сильно вылез геморрой, это клизмы. Ну, бывает такое, бывает такое. Там могут быть, ну, клизмы-то, клизмы, конечно, бывают. Я ему советую, ну, прекратить делать. Он говорит, хорошо, 19 июля, 15 день. В 3.30 выпил урину 200 граммов. Тяж в области печени и груди есть, но меньше спал, удовлетворительно. Энергии с утра мало, после душа добавилось. Сны давно не снились. Выпил урину. Вес 64,100, минус 400 грамм за сутки. Содовая ванночка для стоп. На животе уходит подкожный жир, кожа начинает обвисать. Значит, выпил урину 100 грамм в 13 часов. Светлая с горчинкой. Из-под коронок гной с кровью. Горло без изменений. Далее идет у нас прогулочка. Урина, урина, содовая виброцированная вятка. Компресс с уриной на пальце левой стопы. Это у нас язык утра и вечер. Далее идет топы левая стопа после компресса с уриной утром. Левая, вот она, беленькая такая. Вечером, да так, даже левая стопа выглядит несколько получше, чем правая. Значит, на левой была шишечка. Она практически исчезла. То есть, после вот этих вот компрессиков. После компрессиков с уриной на ночь. Вот слегка старой урины. Я пишу Эдуарду. Продолжаем работая. Детер организма готовится к капитальному вскрытию. Подоксил указание на то. То есть, набирается энергетики для того, чтобы, знаете, что-то такое вскрыть. Большое, лишнее. Сегодня утром после второго раза применения компресса с уриной. Уплотнение над этим пальцем левой стопы сверху. Пока держится. Пока держится. Пока держится. Но все это пройдет. Итак, мы с вами разобрали еще пять дней.